Так как я в бывшем, в прошлом, горнолыжник. Создавать тот же самый курорт номер один, грубо говоря, переступая через мой труп. Сегодня папа находится в областном суде. Он пытается остоять законность, праведливость. То есть не должно быть такого, чтобы человек жил на фоне убеждения, что ничего поменять невозможно. Своё мнение, в том числе, да, и мирно, безмирно, волнуется, верно. Говорю с пьяным чудом, 30 миллионов, вот бы мне, и всё. Люди должны пойти. Нынешнюю власть я воспринимаю исключительно как такую банду отморозков. Это, я бы назвал это ещё более хлёстко, это отбросы в морально-нравственном отношении. И какие-либо договорённости, основанные на честности, на слышании друг друга, на поиске разумного компромисса, с этой категорией лиц совершенно невозможны. Власть надо, первая молчится. Схватит надо, делать диалог, садиться за стол и вместе искать оптимальный вариант. Не атаковать, а садиться за стол и разговаривать. Не на митинг выскакивать с этими, с наркоманами, а садиться за стол и договаривать. Схватит. Вот что надо делать. А власть сейчас открыта, мы меняем новый подход. Единственный заметный митинг в Кузбассе в 2018 году состоялся после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унёсшем жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Судя по всему, именно этих убитых горем людей губернатор назвал наркоманами. Мы хотели рассказать совсем о другом. Записали для этого фильма несколько интервью, но Сергей Цивилёв изменил наш сценарий. В Кемерово, чтобы провести обыск, журналиста. Моя цобра залез в квартиру через балкон. Развязанная в Кузбассе травля журналистов и предпринимателей заставила нас сосредоточиться на одном сюжете. Мы отправились в самое красивое место Кузбасса и попробовали выяснить, что будет дальше. Как появился мой первый прокат? Страшно сказать, но я работаю на горе Зелёной с 99-го года. Это я расцениваю себя как одного из старейших работников, которые начинали развивать курорт. И первый прокат у меня появился спустя несколько лет после того, как я поработал наёмным сотрудником. Понял всю эту сферу. Мне понравился этот вид деятельности, так как я в бывшем, в прошлом горнолыжник. Люди должны пройти. Это было на выкате горы Зелёной. Мы арендовали павильон. Но всякий раз, когда заканчивался следующий сезон, почему-то помещения или земля становились очень нужны каким-то очень важным людям. И таким образом, проработав один сезон на одном месте, мы лишались этого места. И на второй год мы перекочевали вот в это место. Это муниципальное здание. Здесь размещалась школа сноуборда. Раздевались, одевались ребятишки. Нам предложили там пару комнат. И мы просуществовали следующий сезон там. После чего нас опять попросили. И после этого стал вопрос предоставления, наконец-то, какой-то своей земли. Так как мы уже действующее предприятие. Несколько лет и скитаемся по горе, здесь по сектору А, по выкату. И это вот прокат, который с тех пор является самым прогрессивным, самым популярным, самым прокатом-долгожителем. То есть он фактически существует здесь дольше, чем все остальные предприятия такого типа на горе Зеленой. Впоследствии мы, конечно, я сделал ставку на развитие и решил, что одной прокатного пункта недостаточно. Курорт развивался, людей становилось больше. Я взял большие кредиты. Я очень сильно рисковал, потому что на самом деле на тот момент в таком размере денежные средства мне было взять абсолютно неоткуда для того, чтобы вернуть. Генна, привет. То есть, ну я пошел сознательно на этот риск. И мы открыли еще один прокатный пункт, который превратили в некий такой тест-центр, где разместили топовое снаряжение, большое количество лыж для фрирайда, спортивные модели. И сделали такое универсальное предложение на рынке для хорошо катающихся горнолыжников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В настоящий момент здесь развивается конфликтная ситуация. То есть, инвестор Игорь Юрьевич Прокутин, которому присвоен статус некоего генерального инвестора «Горы Зеленой», совершает поползновение с целью захватить мои земельные участки. Собственно, речь идет сейчас о вот этих двух объектах, расположенных непосредственно здесь на Выкате. Это прокат приют Райдера и вот это помещение, где у нас расположен магазин, инструкторы и мастерская. Мы обслуживаем свое снаряжение прокатное в этом пункте и также предоставляем услуги по обучению катания на горных лыжах. И вот как раз битва сейчас разворачивается непосредственно за земельный участок под зданием проката приют Райдера. Вот здесь мы сейчас видим, как реализована такая враждебная политика развития курорта. То есть своим все, чужим закон. Если в основу развития горнолыжных курортов в Европе заложено принципы свободного проникновения на любую территорию, то есть людям и туристам предоставляется возможность пройти там, где им удобно, то Игорь Юрьевич Прокудин, он создает подобного рода препятствия. Для чего? Для того, чтобы ухудшить положение бизнеса, который он хочет снести с лица земли. Таким образом он препятствует, например, клиенту моего проката напрямую подходить к его же собственной канатной дороге. Это звучит как парадоксально, но вот такое мышление абсолютно интересное у человека. И в настоящий момент он хочет завладеть всей этой землей и сделаться ее полновластным и единоличным хозяином. На следующий год запланирован снос трансформаторной подстанции, вот этой кирпичной, которая существует здесь испокон веков. В этом году удостоились сноса объект, расположенный выше, земля которого расположена выше, чем этот земельный участок, чем мой объект. И следующее здание, которое будет снесено уже начнется снос летом, это вот это кирпичное здание котельной, которое отапливает здесь близлежащую гостиницу. И когда вы даете мне обвинение губернатору, что я делаю рейтерский закон, вы должны понимать, насколько серьезный этот губернатор, я пока вам объясняю, я пока вам спокойно объясняю, что вы неправильно оцениваете всю ситуацию. И все, что мы делаем, мы делаем строго в соответствии с законом. Чайно, что наши страны, как и законы, которые позволяют все здравоохранить, никто, собственность у людей, и это не печальные законы. Встреча была организована по инициативе губернатора в 2018 году, сразу же после того, как состоялась инаугурация. Это случилось в Шерегеше. Предприниматели, объекты которых были определены под снос, были вызваны для приватной беседы с глазу на глаз. Заводили всех по одному. Ну и, соответственно, каждому он доносил политику партии. В общих чертах это звучало как «Вы молодцы, вы сделали много для развития курорта. Всем спасибо, все свободны. Теперь нужно по-серьезному делать дела, а не вот это вот все, что вы до этого момента тут понаделали». «Все, кто здесь работали, они создали очень серьезную платформу для дальнейшего быстрого развития Шереги. Мы привлекаем очень много инвестиций сейчас в Шереге Шереги надо оценивать целокупно. Это и транспорт, и аэропорты, и самолеты, и поезда. Все это огромные дни. Значит, мы считаем, что вот этот вот у нас кусок, те эксклоны, которые они развиты, мы пойдем их сразу устроить по проекту, который был гладенем из лучших миллионов. В том же 2018 году Сергей Цувелев пообещал построить рядом с Шерегешом международный аэропорт. Третий в Кузбассе. Через год идею аэропорта отбросили и уже обещали аэроэкспресс до Новокузнецкого аэропорта Спиченково. В апреле 2021 года отказались и от аэроэкспресса. Никаких самолетов и поездов, которыми грезил Сергей Цувелев, в Шерегеше не будет. Я воспринимаю это как рейдерский захват исключительно потому, что это очевидное попрание права собственности, то есть это наезд на право собственности, на каком основании вообще мое дело ликвидируют. То есть должно быть какое-то серьезное основание, связанное с государственными нужными, с какими-то глобальными серьезными потребностями. В данной же ситуации ни того ни другого не было, есть только амбиции отдельно взятого какого-то хозяйствующего субъекта, который недоволен тем, что на этой территории кто-то ведет бизнес кроме него. И в основе всей этой инициативы больше ничего нет, кроме вот этого единственного, это единственное желание одного человека завладеть имуществом других лиц. Поэтому что это, как иначе это кроме как рейдерский захват воспринимать. Другой вопрос инструментарий и технология, каким образом эта цель реализуется. С этой точки зрения, если подходить строго с точки зрения закона, они конечно сделали все так, чтобы представить общественности эту ситуацию таким образом, что они за прогрессивное развитие, а предприниматели, которых они хотят убрать, они являются сдерживающим фактором на пути этого развития. Здесь должно быть построено два больших многофункциональных центра, современных многофункциональных центров. Один очень большой, который будет расположен вот так, второй поменьше, но он будет построен гораздо быстрее. Вот этот придется строить где-то три года, вот этот второй многофункциональный центр это можно подходит уже к следующему сезону. Все они будут в очень современном стиле, выполнены современные стаи. Так как реновация вот этой всей территории, на ней находятся люди, которые здесь много лет работают. Ни первого, ни второго многофункционального центра, о которых так увлеченно рассказывал три года назад Цивилев, в Шерегеше построено не было. Для чего губернатор вообще встречался с предпринимателями в 2018 году? Постепенно все земли в Шерегеше, которые чиновники называют вторым по посещаемости российским курортом, переходят к Игорю Прокудину, бывшему заместителю губернатора Тулеева. Сейчас Прокудин советник Сергея Цивилева. Вячеслав Чернов был последним собеседником главы области в тот день. Предыдущие выходили быстро, с озабоченными лицами. Они смирились с потерей своей собственности. Чернов повел себя иначе, и разговор затянулся почти на два часа. Земли на втором курорте России достаются советнику губернатора Игорю Прокудину за 5% от кадастровой стоимости. Однако бизнес в Шерегеше, по официальным данным, приносит олигарху одни убытки. Жил город Кемерово, в центре Кемерово, прекрасная речка из Петинка. Превратили ее в не пойми что, она вся заросла дичком. В этих диких зарослях были преступления, наркомания. Сносим все эти деревья, вырубаем, за деревьями открывается масштабное количество в центре города, в уникальном квартале, масштабное количество старых ржавых гаражей. А люди привыкли к этим гражданам. Они тоже говорят, что мы в этих гаражах храним там наши редиа. Мы привыкли на даче вырастить продукты, мы в этих гаражах храним продукты. Мы объясняем так, что самый центр города, самый престижный, кто поднимает, можно на этой территории сделать изюминку, которая поднимет значение всего города. Ну что, в этом лучшем месте будем смотреть, как вы храните свои консервы? Мы оцепали другие территории, закатали щебеночками, провели туда свет и сказали, мы вам бесплатно перевозим ваши гаражи на новую территорию оцепанную щебеночкой и со светом. Все легко, очень так. Гараж был переведен. Нам пообещали выделить место на Терешковой, под гаражи. Ну вроде выделят, выделят, все хорошо, вроде успокоилось. Потом вся эта история утихла, ну и закончилось тем, что куда-то их увезли на штрафстоянку, я даже не могу выяснить где, где-то в Ягуново. То есть это совершенно ошибочное и порочное мнение, которое навязывает администрация, что якобы эти предприниматели, которых они хотят ликвидировать, не хотят развития. Это совершеннейшая ложь. Сергей Цивилев, правительство Кузбасса и подконтрольные СМИ утверждают, что малый бизнес тормозит развитие курорта Ширигеш. Он устарел, как те кемеровские гаражи, якобы перенесенные на новые подготовленные участки. Однако на встрече с губернатором в 2018 году предприниматели договорились о создании проекта реконструкции территории курорта. Воодушевленные владельцы гостиниц и прокатов обратились в архитектурное бюро, рекомендованное областной администрацией. Проект обошелся Чернову и его коллегам в 300 тысяч рублей. Именно эта фирма для нас этот проект создала. Мы остались очень довольны и готовы были приступить в любой момент к реализации этого проекта. Но после того, как архитекторы съездили на защиту этого проекта сюда, в Кемерово, мы не знаем, что произошло на этой встрече, как она протекала. Но после этого все контакты были в одностороннем порядке администрации Кемеровской области свернуты. Больше не было ни одного ни телефонного звонка, ни очной встречи, никакой инициативы с их стороны. То есть они полностью залегли на дно и сделали вид, что вообще ничего не было, не было никаких разговоров, никаких договоренностей. Мы остались в глубоком недоумении. Первый тизер этого фильма вышел 16 января 2021 года. Конфликт губернатора Цивилева и предпринимателя Чернова был всего лишь одним из сюжетов, а монологи губернатора – забавной иллюстрацией к средневековой политической жизни Кузбасса. Субтитры создавал DimaTorzok Кемеровскую область часто ставят в худший пример фальсификаций на выборах, отсутствие независимых средств массовой информации, тотального запрета на диалог с властью. Здесь бизнес не решается идти во власть. Возможно, потому что власть в Кузбассе стала самым большим бизнесом. Мы попробуем выяснить и рассказать, так ли это на самом деле. Как за особо опасным преступником в Кемерово, чтобы провести обыск журналиста, боец СОБРа залез в квартиру через балкон. 20 февраля. К автору фильма пришел СОБР, спецназ и сотрудники полицейского центра по борьбе с экстремизмом. Редактор журнала «Абажур», издание «Абажур», которое выходит в интернете в Кузбассе, она вообще кемеровская, собственно, к нему пришел СОБР, причем вошел несколько нетривиальным способом через балкон. Фома Неверов сейчас у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Да, здрасьте. Расскажите, чем это было вызвано и что было дальше. Спецназовец влетел в балконную дверь, кинул журналиста на пол, придерживал голову ногой и кричал, ты ролики про губернатора выкладывал, кто заказчик? С одной стороны киношное, а с другой стороны бандитское нападение, когда к тебе приходит брасла, вот я жил в 90-х, в общем, ты видел все это, и разбирается с тобой по факту наезда на определенного человека, в данном случае вот на губернатора, да. Он же говорил, что будет кошмарить. Почему же тогда возбуждено дело о неправомерном получении информации с компьютеров администрации региона? Я правильно понимаю, что в МВД считают, что вы как-то хакерски проникли на их сервера и таким образом получили информацию? По их мнению существует такой компьютер, на который наш губернатор Сергей Евгеньевич ругает оппозицию, матерится, там есть еще и матерные ролики, которые вы, конечно, не можете воспроизвести, и, ну, в общем так, да, может быть, отдыхает таким образом. Дома была мама, которой, наверное, больше всего досталось, ее, слава богу, на пол не положили, но, конечно, страх у нас сильно не терпелось, человек уже не молодой. Дело не закрыто до сих пор. Наши спикеры отказались от публикации своих интервью, кроме Вячеслава Чернова. Небольшой сюжет превратился в полноценное политическое и художественное высказывание. Разговор был продолжен, а расследование привело к новым результатам. Скажи мне, ты допускаешь для себя, в принципе, возможность, если ситуация еще ухудшится, да, допускаешь возможность уехать отсюда к черту, и пусть они разбираются сами с этим Шерегешем, пусть они его либо додушивают, либо делают там курортом номер один мирового уровня, ради бога. Ну, я думаю, что ты, как предприниматель, не пропадешь и в любом другом регионе России, а может быть, и за границей. Ну, допускаешь вообще переезд для себя, своей семьи? Ну, здесь есть две ветки, да, два варианта ответа. То есть, рассматриваю ли я для себя подобный вариант, и возможно ли то, что ситуация сложится именно таким образом. То есть, для себя я этот вариант не рассматриваю, потому что в пределах России бессмысленно куда-либо переезжать, потому что везде одно и то же. Абсолютно. То есть, я никогда не являлся сторонником погони за материальным благополучием и за тем, чтобы сделать условия лично своей собственной жизни лучше. Возможно ли ситуация в принципе с учетом того, что будет оказано давление, которое вынудит меня на какое-то решение? Конечно, может быть. Конечно. То есть, нет ни одного человека, который бы под влиянием радикально изменившихся обстоятельств не принял какие-то решения, которые на текущий момент он не рассматривает для себя приемлемыми. То есть, это возможно. Но я считаю, что создавать тот же самый курорт номер один, грубо говоря, переступая через мой труп и в основе своей рассматривать возможность развить курорт, только уничтожив меня, грубо говоря, как какое-то некое искусственно созданное препятствие. Но это самоубийственно для нынешней власти. Это глупо, это неразумно, это бессмысленно. Потому что, когда вы фактически доказываете всему миру, что мы можем реализовывать свои идеи и свои планы только если мы будем физически устранять каких-то людей с альтернативной точки зрения, с альтернативной позиции. Конечно, это возмущает общество. Я чувствую за собой абсолютно стопроцентную правоту. А действия противников я предсказать не берусь. Это на их совести и на их решение, как они себя поведут. Ну, такой идеализм немножко нет? Ну, может быть, я не знаю. Я не вижу причин, почему бы человеку не быть чем-то идеалистом. Потому что быть прагматиком во всем, это означает быть человеком, который подстраивается под ситуацию и прогибается под изменившиеся условия. То есть, я на такое не готов. Я готов искать какие-то компромиссы, искать точки соприкосновения, искать возможности конструктивного сотрудничества. Но я не готов поступить со своими морально-нравственными принципами. Это для меня неприемлемо. Мне кажется, что господин Цивилёв ведёт себя в своей парадигме вообще вполне правильно. Ты слышал об Игоре Соболёвского? Нет. В 1995-1996 годах Цивилёв возглавил службу безопасности в филиале банка «Аэрофлот». Организация была центром бизнес-империи Владимира Сипачёва. Но в 1997-м обанкротилась. После этого Сипачёв вместе с Германом Стерлиговым создал Православную партию России. Широкую известность получил конфликт с олигархом Владимиром Гусинским. Тот даже написал заявление, в котором обвинил Сипачёва в подготовке своего убийства. 21 марта 2018 года Сипачёв был задержан в Москве в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. В 1997 году Сергей Цивилёв открывает свою первую фирму. Нортек. У юридической компании Нортек было три учредителя – братья Сергей и Валерий Цивилёвы, а также некий Игорь Соболевский. Многочисленных наблюдателей, которые заботились биографией Сергея Цивилёва после его назначения в Кемерово, больше всего заинтересовала не рутинная деятельность самого Нортека, а данные третьего учредителя – Игоря Борисовича Соболевского. В партнёры Цивилёва достался не кто-нибудь, а однокурсник по юрфаку будущего председателя СК Александра Бастрыкина, а также президента России Владимира Путина. Соболевский в 2008 году стал замглавы Следственного комитета при прокуратуре. В том же году произошёл межведомственный скандал, когда у дома Соболевского сотрудники службы собственной безопасности задержали оперативников из наружного наблюдения. Дело чуть было не дошло до спецназа. Соболевский ушёл из Следственного комитета на фоне ещё одного скандала, когда по всей Испании шли аресты по делу о русской мафии, а в материалах испанского следствия упоминалась связь Тамбовских с Соболевским. В 2007 году была создана компания «ЛенЭкспо Инвест». И Цивилёву снова несказанно повезло с партнёрами. Учредителями выступали шесть человек. Среди них был сам Сергей Цивилёв и ещё один однокурсник президента — Виктор Хмарин. Другая компания Хмарина имела небольшую долю в ПТК, вице-президентом которой в своё время был ночной губернатор Владимир Кумарин. Российский криминальный авторитет — лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диагра абсурда достиг Абакея, контроль над сознанием в руках лицедеев. Лапасы, как карты, бойцы в артубе, люмен парад для лояльных халдеев. Здесь страна, сука, турдом. Нас зомбируют ночью, зомбируют днём. Детский сад, где все вещи берут дном, где на троне сидит маккетлоу на гном. Маккетлоу на гном! Маккетлоу на гном! Маккетлоу на гном! Маккетлоу на гном! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На меня в настоящий момент правительство Кемеровской области подало в суд с целью отобрать у меня судебным решением землю, снести мой объект и отобрать землю. Дальше предлагаем, все равно мы будем это покупать. Ну, только по нормальному рынку. Не по два шкаленному, а по нормальному рынку. И Ивушкин, который строится будет здесь, он готов вас взять себе как вдалевое строительство и потом, построив это здание, передать вам часть этого здания, ну, заблужденного на деньги, собственно. и вы можете два года, ну, пока вот это строится, два года от работы здесь под укладной аренде не останавливаться, а потом переехать в это здание, уже в свои помещения, и стать собственником этих помещений, и дальше уже в своей собственнике, только другого уровня собственника, продолжать работу. То есть это все поэкатно, а рассчитанно на три долга. Шаг за шаг. Мы таким образом и проект этот делаем все дни, так, чтобы были красивые улицы для прохода, и красиво было все расположено, подместило, все было подписано, все продумано, и фасады, и все. Как это было все на самом лучшем уровне. Проект делаем все дни. Уже нет таких предложений. То есть эти предложения были озвучены на встрече с губернатором, и я повторюсь, что к этому моменту, спустя два года, от этих предложений не осталось никакого следа. То есть нас обманули по всем фронтам, обманули с точки зрения мотивов, почему это делается, с точки зрения стратегии, как это делается, с точки зрения дальнейших планов. То есть во всех отношениях просто грубая ложь и обман именно со стороны губернатора были проявлены. И в этом отношении мне нисколько не зазорно этого человека назвать самым настоящим лжецом, который прям напрямую вот в настоящий момент пытается меня лично кинуть на имущество, которое я в законном порядке на протяжении многих лет добывал кропотливым тяжелым трудом. Именно так я рассматриваю на текущий момент сложившуюся ситуацию, по-другому на эти вещи не могу смотреть. За моей спиной находится та самая гора Зеленая, которая ежегодно привлекает на курорт Шерегеш почти миллион туристов, тех, кто любит кататься на горных лыжах. Это единственный горнолыжный курорт в нашей стране, который полностью развивается на частные инвестиции. Здесь ни копейки государственных денег. Кстати говоря, это второй по значимости горнолыжный курорт в нашей стране после Красной Поляны в Сочи. На курорте находится порядка 70 отелей, и сегодняшний у нас выпуск посвящен двум из этих отелей, которые находятся у самого подножия горы. Это отель Ольга и отель Берлога, а также собственникам этих отелей Наталья и Константину Ивушкиным. Константин является крупнейшим предпринимателем Кемеровской области. Его компания является оператором по строительству крупных заводов, фабрик и промышленных предприятий. Администрация области за государственные деньги выкупает у предпринимателей земли по рыночной цене, якобы для муниципальных нужд. После этого землю передают за 5% стоимости советнику губернатора Прокудину и Константину Ивушкину, владельцу той самой гостиницы Ольга, где Сергей Цивилев раздавал обещания и угрозы в 2018 году. Бывшим собственникам обещают выгодную аренду, долевое строительство и совместный бизнес. Через три года все обещания забыты. И только один предприниматель продолжает биться то за честные выборы, то за свой клочок курорта, на котором работает 20 лет. Собратья по горе выражают только молчаливую поддержку. Так или иначе, это системные люди. Один из них на протяжении четырех циклов является до сих пор депутатом муниципального совета Таштагольского района. То есть это лицо, вхожее во власть и на короткой ноге с главой муниципального района. И, соответственно, нашли способ как-то с ним договориться, полюбовно предложить определенные условия, которые он счел достаточными для того, чтобы воспринимать их как достойную компенсацию утраченному объекту. Что касается второго человека, он тоже находится в родственных связях с бывшим главой муниципального района, с первым главой после развала Советского Союза, с очень влиятельным тоже лицом, который на протяжении двух лет являлся также депутатом Государственной Думы от Кемеровской области. То есть это люди системы, и с ними каким-то образом нашли общий язык и нашли возможность предложить им какие-то условия, которые они сочли для себя приемлемыми. В отношении меня, конечно, подобной щедрости власти проявлять не готовы, учитывая мою гражданскую позицию. Ну и, соответственно, мы на текущий момент находимся в такой жесткой конфронтации по этому вопросу. Разговор с пьяным чиновником мы не будем называть его имени. Там много всего разного было, были угрозы, крики, но даже не это все важно. В общем-то, ну, мало ли, что она говорит пьяный человек. Больше всего меня забавило в этом разговоре, что, Вячеслав, тебя же, тебе за твое участие дают 30 миллионов рублей. Если бы мне дали 30 миллионов, то есть для него даже не возникло сомнений, что если тебе дают 30 миллионов за участок, который фактически стоит 6 миллионов, если брать просто эту землю в данный момент, или там построенный на ней не очень уклюже, ожидание проката, который ты все равно собирался, хотел, вернее, перестраивать, то для него логично взять эти 30 миллионов. Ты вообще, когда общаешься с чиновниками этим конкретным, которые так или иначе там завязаны в твоей истории, с другими, это вообще так у нас повально в Кузбассе? Ну, нужно понимать мышление наших чиновников. То есть они не имеют созидательного потенциала, они не имеют способности, они не имеют возможности что-то развивать. Это совершенно случайные люди, которых берут с улицы буквально из числа каких-то родственников, из числа каких-то там знакомых-знакомых, и в первую очередь в них воспитывают верность, для того чтобы они послушно выполняли все поручения начальника. То есть, поэтому у них отсутствует начисто творческое мышление. И все их мысли, последующие на посту чиновника, сосредоточены на том, а как это все монетизировать? Вот как какую-то микровласть, которая появилась в моих руках, как ее превратить в миллионы, и чтобы уже к исходу своей карьеры или на пике этой карьеры я в любой момент, оставив эту должность, остался обеспеченным человеком, который может уже до конца своих дней ни о чем не думать. И это мышление, конечно, оно превалирует, оно доминирует в сознании каждого этого чиновника. Потому что, я повторюсь, либо ты творческий человек, и тебя зажигают какие-то инициативы, проекты, возможности улучшений, и ты этим живешь, дышишь, и не смотришь на финансовую составляющую, потому что ты получаешь удовлетворение от реализации каких-то планов. Если у тебя этого нет в уме, если у тебя нет способностей и возможностей, все, что ты думаешь, это а как же все-таки мне вот это унылое свое существование, которое я провожу на вот этих скучных заседаниях селекторных, как мне все-таки превратить их в достойную жизнь для себя. И, конечно, когда он говорил эти вещи, он фактически озвучил вот эту радужную мечту каждого такого среднестатистического российского чиновника. Вот бы мне просто дали несколько десятков миллионов, и чтобы не нужно было идти на какие-то нарушения закона, чтобы не нужно было становиться преступником, чтобы не нужно было их воровать из бюджета, а чтобы просто взяли вот так, дали, и вот это счастье, и все, и тогда бы я просто растворился. И он посчитал, понимаешь, он просто взял и посчитал. Он говорит, я бы на пять процентов от этого просто безоблачно бы жил. То есть вот эта мечта, ничего не делать и получать достаточное количество денег, она вот лежит в основе их сознания. И, конечно, вот это откровение, которое он выдал, грубо говоря, на блюдечке за голубой каемочкой, оно вот выдает их всех с потрохами. Вот так они мыслят, вот этим они живут. И было очень любопытно, конечно, это услышать для меня. Я до сих пор это вспоминаю и улыбаюсь. То есть, грубо говоря, мечта чиновника и вот этот текст, и вот эта реплика. То есть как так? Как можно 30 миллионов не считать за огромные деньги? После предложения вот этих денег это должно последовать просто. Ты должен, не знаю, пописать кипятком. Ты должен от восторга просто... Не знаю, вот как я сейчас себя веду. Ты должен потерять речи вообще. 30 миллионов! Вот бы мне! Ну, после того, когда они зачистят и, например, вся земля будет в основании горы принадлежать Прокудину безраздельно, конечно, будут появляться новые какие-то помещения, где он либо самостоятельно будет открывать бизнес, либо предоставлять в аренду, опять же, аффилированным с властями лицам. Там, конечно, будут уже их сыночки, племянники, там, родственники, какие-то двоюродные братья. Ну, то есть, на зачищенной поляне, на прикормленное место, конечно, найдется много желающих из числа самих чиновников открыть подобного рода бизнес. И я нисколько не сомневаюсь, что так оно и будет после зачистки этой территории. Так же, как и наш новый национальный проект в сфере туризма. Много пилотных проектов, но некоторые только назову. Это развитие Шерегеша, ведущего горнолыжного центра Кузбасса. Вы создали такой курорт, который миллион, с нуля создали. Миллион человек приезжает. Да вы супергерои. Вы супергерои. Теперь надо просто прыгнуть на две ступеньки вперед. А вы остановились в развитии, с друг другом выясняйте отношения. А надо не отношения выяснять. Да, накопился какой-то груз. Ну, тяжелые времена были. Ну, что делать? Ну, если бы не было этого, вот этого бы не было. Ну, прошли эти времена. Все пора ударить по рукам, давайте двигаться все вместе вперед. Мы хотели выслушать другую сторону и вместе с коллегами из нескольких российских изданий отправили запросы в правоохранительные органы и на имя Сергея Цивилева с просьбой о комментариях. Ни одного ответа получено не было. Губернатор призывает вместе двигаться вперед и обещает сделать Кузбасс номером один. Обещает открытость власти и призывает к диалогу. Но прячется и от диалога, и от собственных обещаний. В начале марта журналистам удалось задать Цивилеву вопрос об уголовном деле, возбужденном после публикации записи его голоса, а также о тяжбе с Черновым. Губернатор ответил, что никакого заявления о взломе компьютера не писал. А Чернова обвинил в корысти и стремлении нажиться за счет налогоплательщиков. Человек преследует свои личные корыстные интересы и пытается противопоставить, еще и обвинить все общество о том, что у него что-то не так изымает. Хотя процедура вся полностью законна, ему за его объект, я даже сам удивился, во сколько его оценили. Я говорю, действительно ли такая сумма? Даже 16. И то это очень много. Но говорят, такая оценка с учетом бизнеса, даже бизнес его оценили. Понимаете? То есть там настолько корректная была оценка, и общество выкупает. Еще раз подчеркиваю, за деньги налогоплательщиков выкупают. Официально за ваши налоги выкупают под общественное пространство. Так вот вся цель его интереса на сегодня, это мало денег. Это ж надо так вывернуть ситуацию. Он попытался нарисовать такую картину. Я, как хищник, гонюсь за бюджетными деньгами, а он, как благородный защитник, пытается защитить бюджет от моих нападок. Сергей Евгеньевич, ау, вы все перепутали. Я зарабатываю свои деньги ежедневным тяжелым трудом, создавая востребованную услугу, которую мне добровольно оплачивают благодарные клиенты. А за бюджетными деньгами гоняетесь вы и ваши друзья-олигархи. Мне от вас ничего не нужно. Я к вам ни с какой просьбой не обращался и не собираюсь, кроме просьбы проводить честные выборы, которую вы полностью игнорируете. Это вы вломились ко мне со своим так называемым советником и пытаетесь с использованием бюджетных средств и административного ресурса отжать мое имущество. Нет, Сергей Евгеньевич, мне немало денег. Денег мне достаточно. И все, какие есть, я заработал честным и упорным трудом. Я немного знаю Конституцию, так как являюсь еще ребенком. Дети не могут влиять на законы, поэтому в этом вопросе мы вынуждены полагаться полностью на взрослых. Мне известно лишь то, что Конституция включает в себя основные законы страны. Мой папа однажды решил проверить, как проходят выборы. Он отправился в качестве наблюдателя на выборы президента. Я видела, в какой шок его повергло то, с чем он там столкнулся. Он был вынужден в течение 20 часов непрерывно находиться в помещении для голосования и до 4 часов утра бороться за то, чтобы комиссия не смогла приплюсовать Путину 526 неиспользованных бюллетеней. Ему удалось одержать победы над злоумышленниками, в состав группы которой уходила директор школы и несколько учителей. Под его давлением они были вынуждены произвести честный подсчет голосов. И в итоге результаты на этом участке разошлись практически вдвое, от значений на нескольких десятках других участков района. Там независимых наблюдателей не было. Сегодня папа находится в областном суде. Он пытается отстоять закон и справедливость. Папа получил письмо, в котором ему предложено добровольно согласиться на снос помещения, которое он купил много лет назад, взяв огромный по тем временам кредит. Дело в том, что крупному бизнесмену понравился участок земли, на котором расположено это помещение, и он добился того, чтобы правительство Кузбасса приняло какой-то закон, который устанавливает для этой земли особый статус. И теперь папу заставляют снести свое помещение, где он зарабатывает деньги для обеспечения нашей многодетной семьи, чтобы после сноса передать земельный участок, находящийся у папы в собственности, этому крупному бизнесмену. Доходная часть бюджета Шерегеша около 50 миллионов рублей. Из них половина – налоги с физлиц. Четверть – арендная плата за муниципальную землю. Еще пятая часть – дотации федеральной бюджетной системы. Налоги на товары и услуги приносят всего 9% дохода в бюджет. Больше всего бюджет Шерегеша тратит на культуру, кинематографию и средства массовой информации. Почти 22 миллиона рублей – все собранные налоги на доходы жителей. Вторая строка расходов – около 7 миллионов. Функционирование органов власти и местного самоуправления. 10 тысяч рублей в год тратится на программу «Пожарная безопасность». В 2018 году, когда Цивилев получил кресло губернатора, Шерегеш получил в 8 раз больше дотации, чем обычно. Второй горнолыжный курорт России, по мнению губернатора, за прошедший сезон собрал более 2 миллионов отдыхающих. Субтитры создавал DimaTorzok Поселок Шерегеш находится в Таштагольском районе. Население Таштагола немногим больше 22 тысяч человек. Отсюда до Шерегеша всего несколько километров, и райцентр, у которого под боком курорт мирового уровня, должен процветать. В 2014 году правительство России включило Таштагол в перечень муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. В этом списке город находится до сих пор. Среди почетных граждан Таштагола бывший губернатор Аман Дулеев и архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Сафроний. Они могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте, получать уголь и дрова, проходить без очереди в поликлинику. Каждый почетный гражданин получает 11 495 рублей в месяц из бюджета. Примерно в 15 раз больше, чем на программу «Пожарная безопасность» в Шерегеше. До пришествия региональных властей Шерегеш представлял собой эталон. Там можно было брать это за основу и преподавать в любом экономическом вузе России, как пример того, как нужно развивать отдельно взятые населенные пункты. Как нужно на отдельно взятой территории экономически правильно закладывать основания для развития. Это вообще эталон, пока они не пришли и не начали все разрушать. То есть это вообще из разряда чуда в какой-то шахтерской глубинке с корнями, уходящими в исправительные заведения. Какое количество заключенных там оседало в Шерегеше. Учитывая то, что собой представлял Шерегеш всего лишь несколько лет назад. Когда пьянство, наркомания, молодежные банды уличные, бойни на улицах, стрельба из автоматов на улице, убийства. То есть и то, во что превратился Шерегеш чисто усилиями не так уж большого количества местных предпринимателей за несколько лет. Во что он эволюционировал. Это вообще является мечтой для любой территории России, которая сегодня загнивает, которая сегодня затухает. Без каких бы то ни было усилий и управленческих решений властей, без их вмешательства, люди лично сами наладили свою жизнь. Подтянули свой культурный уровень, уровень своих экономических знаний, уровень стремления иметь цивилизованные взаимоотношения друг с другом. Уровень желания оказывать цивилизованные услуги людям. И тут вдруг просто приходит какая-то шайка, лейка, и теперь говорят, а теперь мы здесь будем рулить. То есть это такая классическая схема отжима и рейдерского захвата, что поэтому тоже можно учебники писать свои. То есть по типу бандитского Петербурга у нас теперь есть бандитский Кузбасс. То есть оказывается может просто вот эта властная группировка приходить на любую территорию, объявлять имущество людей, которые на этой территории жили, работали и достигли чего бы то ни было, как что-то несуществующее, несущественное, неправильное. И теперь мы здесь будем хозяевами, мы здесь будем главенствовать, хозяйничать, получать отсюда прибыль, мы здесь будем работать. Ну, как это называется? Наверное, это коррупция, по другим словам, не существует в качестве определения происходящего. Ну, с точки зрения конечного потребителя опыт показывает, что у нас люди могут смиряться с любым ухудшением. Можно закрыть хороший магазин, открыть плохое, люди будут туда также ходить, потреблять какую-то продукцию, покупать, приобретать и, в общем-то, достаточно быстро к этому привыкнут. Но внутри, в самой ситуации, с точки зрения законности и справедливости, изменится вообще все. Изменится все и радикально, потому что никакой собственник с этого момента, после применения этой схемы отъема собственности, не может быть спокоен уже за свое дело, за то, чему он посвятил годы, десятилетия своей жизни, своих усилий. То есть любая инвестиция со стороны малого бизнеса становится бессмысленной, так как в перспективе любой человек, приближенный к администрации, может забрать у тебя имущество, снести твой объект, забрать твою землю и отпустить тебя ни с чем в тот момент, когда ты развился, в тот момент, когда ты пришел в возраст, когда уже с нуля начинать поздно. И все это осложняется вот этими факторами, конечно. С этой точки зрения изменится очень многое. Вы даже на меня попробовали наехать. Прокуратура обратилась против меня. А знаете, что я должен сделать? Это вы наехали на нас. Что я должен сделать? Выступить адекватно. И откошмарить так, чтобы желание больше писать прокуратуру. У нас планета, вы поймите. Я любого затопчу, кто попробует нападать на войну. Любого затопчу, сразу говорю. Потому что если власть можно напасть, то это уже не власть. А нахрен я никому такая власть не нужна. Губернатор обещает кошмарить и топтать. И это одно из немногих сдержанных им обещаний, судя по атаке спецслужб на журналистов и общественников. За первые два года, что Цивилев руководил регионом, в Кузбассе зафиксировано больше нарушений прав журналистов, чем за предыдущие 10 лет. Если конец эпохи Омана Тулеева связан с захватом шахт и разрезов, арестом сразу нескольких заместителей губернатора и даже главы регионального следственного комитета, то в новый Эрик Узбасса пришел черед малого бизнеса. Никакой собственник не может быть спокоен за свое дело, которому он посвятил десятилетия жизни. Могут ли быть спокойны Игорь Прокудин, Константин Ивушкин и другие крупные воротилы, получающие сейчас все преференции от власти? Власть меняется, а традиции остаются надолго. Журналиста, который в силу профессии остается над схваткой, можно лишить возможности объективного анализа. Для этого достаточно постоянно врать, игнорировать обращения, а диалог вести с помощью спецназа. У предпринимателя можно отобрать бизнес, написать для этого специальные законы и откупиться бюджетными средствами и разговорами про общественное благо. Скорее всего, он смирится с этим или будет бороться за свое дело и вынужденно станет политиком. Я расцениваю эти шансы как весьма вероятные, но начиная с самого низа, начиная с городских советов, муниципальные советы и вот так вот постепенно поднимаясь с самых низов по ступенькам наверх. То есть, конечно, если сразу брать борьбу за облсовет, за губернаторский пост, здесь ввиду инертности населения это невозможно. А подавая пример, начиная с самых низких муниципальных уровней, эта борьба вполне возможна. Это показывает и практика нашей борьбы за честные выборы, когда мы действительно обеспечивали фиксацию достоверных результатов, благодаря которым проходили совсем не те кандидаты, которые были удобны для власти и которые бы хотели видеть в качестве проходных представителей властей. И мы буквально на последних выборах обеспечили победу двум из четырех. Нынешнюю власть я воспринимаю исключительно как такую банду отморозков. Это, я бы назвал это еще более хлестко, это отбросы в морально-нравственном отношении и какие-либо договоренности, основанные на честности, на слышании друг друга, на поиске разумного компромисса, с этой категорией лиц совершенно невозможно. И сегодня, к сожалению, люди не верят в возможность влияния на свою собственную жизнь, и с этим нужно бороться в первую очередь. То есть не должно быть такого, чтобы человек жил на фоне убеждения, что ничего поменять невозможно. Я отношусь к категории людей, которые верят, что не только можно что-то менять, что это легко сделать при условии, если приложить к этому достаточно усилий. И, как бы это кощунственно и странно не звучало, источником вдохновения для меня служат те же самые фальсификаторы, которые, объединяя усилия, достигают для себя необходимых результатов. То есть, когда я смотрю на нашу избирательную систему, я вижу эту огромную банду людей, которые смогли объединиться на одном простом принципе совершения уголовных преступлений. Они смогли создать систему совершения огромного количества синхронно уголовных преступлений, и через это достигают своих целей и интересов. Почему честные и порядочные люди не могут так же объединиться и достигнуть достойных честных и порядочных целей и задач? Как у вас дела? Куда собираетесь? Куда ты собираешься? Я в прогуляции, подышать весьма несвежим воздухом кемеровским. Наверное, мы собираемся на прогулку свободных людей, обладающих человеческим достоинством и озабоченных весьма неблагополучным состоянием нашей ситуации, которая развивается в связи с лишением порядочных и честных граждан свобод под разными надуманными предлогами. Ну, я чувствую необходимость в том, чтобы поддержать как Вячеслава, так и поддержать тех, которые придут. сказать «нет» в первую очередь, конечно же, коррупции и сказать, высказать свое, наверное, выразить свое право, высказывать свое мнение в том числе, да, и мирно, без них, наверное, волнуется, верно, ведь не буду. Сложить на камеру всегда сложно. Я чувствую ответственность, наверное, поэтому я не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok